МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое спасибо за все. Сколько бы я вас не благодарила, этого будет мало. Ну что ты, пожалуйста, мне пошло на пользу. Я прекрасно провела время. Если у вас есть время, я бы вас познакомила с мамой. Было бы замечательно. Может быть, мы возьмем твою маму и вместе поедем в ваш новый дом. Серьезно? Да. Хорошо, я тогда возьму вещи. Давай. Это что еще за игра? Чего они добиваются? Ослы? Мамочка, это Башак Хану. Башак Хану? Приятно познакомиться. Ослы много про вас говорила. Проходите, прошу. Прошу. Проходите. Присаживайтесь. Как вы, Башак Хану? Хорошо, а вы? Спасибо. Я так думаю, Ослы рассказывала вам о новой работе. Да, она будет создавать дизайны для вас. Да. Ослы очень талантливые и трудолюбивые. Я поздравляю вас с тем, что вы воспитали такого замечательного ребенка. Спасибо. Она такая. Чем вас угостить? Чаем, кофе? Или, может быть, вы голодны? Нет, нет, не утруждайтесь. Но так нельзя. Могу хотя бы приготовить вам кофе. Ладно. Тогда черный кофе. Хорошо. Мама, погоди, я приготовлю. Нет, нет, я сама. Какая же у тебя улыбчивая и искренняя мама. Она у меня единственная. После смерти отца мама стала единственная для меня. Сочувствую. Значит, вы так поддерживаете друг друга с мамой? Ослы, я тебя теперь больше уважаю. Твоя мама работает? Нет. Она недавно уволилась. Она повар. Серьезно? Да. Я говорю это не потому, что она моя мама, но она очень вкусно готовит. А. А если она захочет работать, она может работать у меня. Я недавно переехала из Анкары в Стамбул. И еще не организовала свой быт. И поэтому мне нужен повар. И шофер. Прошу. Спасибо большое. Положу сюда, если хотите. Мамочка, Башак Ханум ищет повара в свой дом. Да? Да. Ослы вас очень похвалила. Что вы скажете? Даже не знаю. Не знаю. Вам не обязательно сразу отвечать. Подумайте немного. Поразмыслите. Мама может порекомендовать брата Халиля в качестве шофера. Да, Ослы. На предыдущей работе я познакомилась с Халиль Беем, который был шофером у хозяйки дома. Он весьма порядочный человек. Да? А было бы прекрасно. Ведь вы ведь знаете, что в наше время сложно найти надежного человека. Я полюбила вас так же, как Ослы. И ваша рекомендация очень важна для меня. Тогда отлично. Я поговорю с Халиль Беем об этом. Хорошо. И прошу вас так же подумать над моим предложением. Мне бы очень хотелось работать с вами. Я подумаю. Мама, у меня для тебя сюрприз. К добру ли? Что за сюрприз, дочка? Это же сюрприз, я не скажу. Но мы кое-куда тебя отвезем. Когда? Сейчас. Вы тогда пейте кофе, а я соберусь. Хорошо? Ослы, так удачно совпало. И ваши дела решили, и мои. Да. А, Эрдем? Бурак звонит. Ответь. Ответить, да? Конечно. Алло? Гонжа, простите за вчерашнее. У меня не было возможности вам все объяснить. Неважно. Мы просто очень сильно волновались. Перед тем, как сделать предложение ослы, я решил получить согласие от своей семьи. Это было трудно, но я справился. Что? Я не могу поверить. Я очень рада. Что случилось? Спасибо, Гонжа. Но не рассказывай ей, ладно? Я приготовлю для нее сюрприз. Хорошо. Если нужна наша помощь, мы с Эрдемом готовы помочь. Хорошо? Хорошо? Нет, нет. У меня другие планы. Хорошо. Еще раз поздравляю. Увидимся. Увидимся обязательно. Гонжа, рассказывай, что случилось? Он решил получить согласие от своей семьи перед тем, как сделать предложение. Это было непросто, но он справился. И теперь он подготовил сюрприз и сделает предложение. Он сделает предложение ослы. Отлично. Вот видишь, я говорил. Да, говорил, Эрдем. Ты посмотри-ка на нее. Ну уж нет. И мама ее в этом деле. Это уже чересчур. Волкан. Ты везде. День был здесь. Я тебя не увидела в университете. Это потому, что ты не смогла оторваться от Гони. Да. Мы с ним хорошо ладим. Заметно. Я не удивлюсь, если в скором времени вы начнете встречаться. При чем тут это? Не смей говорить, что ты не знаешь о чувствах Гони к тебе, Чагла. Что он чувствует ко мне? Ты не настолько наивна. Почему, по-твоему, Гони так ненавидит Бурака? Может быть, потому что ты в прошлом выбрала Бурака, а не его? Я так не думаю. Мы действительно очень хорошо ладим с ним. Ты продолжай так и думать. Я не удивлюсь, если он в скором времени признается тебе в своих чувствах. Мне кажется, он сейчас очень рад, что вы расстались с Бураком. Я считаю, что никому не следует особо радоваться, потому что мы скоро с Бураком снова будем вместе. Снова будете вместе? Ну и почему же это? Бурак уже понял, как он ошибся в ослы и волка. Главная причина всех наших проблем заключалась именно в ослы. Но ослы теперь нет. Она осталась в прошлом. Чагла, что ты несешь? А? Во что ты опять втянула ослы? В этот раз мне не пришлось ничего делать. Справедливость восторжествовала. Ты единственный, который не видит ее истинной сущности, но скоро увидишь. Субтитры создавал DimaTorzok Ослы, мне очень понравился дом. Я в восторге. Мама, я очень рада, что тебе понравилось. Какая же Баша Кханум хорошая женщина и тебя полюбила. Да. Благодаря ей мы сняли этот дом. Поэтому я буду усердно работать, чтобы она оставалась довольна. Ты сможешь, милая. Ты выбрала нам такой прекрасный дом. У тебя появилась хорошая работа. Все плохие дни остались позади. Душа моя, не переживай. Отныне мы будем очень счастливыми. Я обещаю. Ослы, что думаешь? Мне принять предложение Баша Кхану? Я не знаю. Ты тоже ее видела, познакомилась. Мне кажется, она хорошая и милая. То есть, не стоит упускать возможность? Давай мы переедем. Попробуешь пару дней. Если понравится, примешь предложение. Ослы, больше всего я радуюсь за Халиль Бея. Меня очень расстраивало, что он лишился работы из-за нас. Надеюсь, он согласится. Я даже сейчас позвоню ему и сообщу. Хорошо. Погоди, я открою. Добро пожаловать, Халиль Бей. Спасибо. Проходи, брат Халиль, присаживайся. Добрый вечер. Я проходил мимо и решил узнать, нужно ли вам что-нибудь. Спасибо большое, Халиль Бей. Я как раз собиралась вам позвонить. Ослы приготовила мне сюрприз. Нашла прекрасный дом. Мы собираемся переехать на днях. Я очень рад за вас. Но, возможно, было бы лучше не спешить. Вы могли бы оставаться здесь сколько пожелаете. Но разве так можно? Нам уже нужно организовывать свой быт. Большое спасибо, брат Халиль. Хорошо, ослы. Тогда поздравляю вас. Спасибо. Я приготовлю вам чай. Давай, милая. Я уже нашел машину, чтобы забрать ваши вещи. Тогда я отправлю их сразу в ваш новый дом. Было бы очень хорошо. Но дайте нам пару дней. Сначала мы сделаем уборку дома, а потом перевезем. Хорошо, как знаете. Я жду от вас вестей. Халиль Бей, есть еще кое-что. Женщина, у которой начала работать ослы, ищет повара и шофера. Она предложила мне работу. Я думаю, согласится. Я предложила о вас. Если вы согласитесь, то можем организовать с ней встречу. Если буду с вами... Если я буду работать с вами, то буду работать везде, Мельхану. Хорошо, можно организовать встречу. Хорошо. Я передам ей об этом через ослы. Хорошо. Тогда буду ждать от вас вестей. До свидания. А... А как же чай? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Съешь фрукты Спасибо, мама ДимаTorzok Ты поймешь, что значит играть моими чувствами Ослы Давай, доченька, завтрак готов Мама, я не буду завтракать, мне нужно идти в кафе Ой, нельзя так, ослы Ты посмотри на себя, исхудала совсем. Нет, сначала поешь, потом поедешь. Ты кого-то ждала? Нет. Наверное, это Халильбей. Пойди открой. Хорошо. Дочка, это Халильбей? Ослы? Ослы, что случилось? Ослы? Ослы, ты иди в комнату. Присаживайтесь. Я слушаю вас. Эмильханн, для начала я прошу о вас прощения за все произошедшее. И от имени моих родителей, и от своего имени. Я с ними поговорил, они тоже очень расстроены. Они узнали об этом очень неожиданно, поэтому не знали, как реагировать. Но когда они поняли, что мои чувства-кослы настоящие, они решили меня поддержать. Я не понимаю. Я получил согласие своих родителей. Если и вы согласны, я хотел бы сделать предложение ослы. Послушайте, все, что было, осталось в прошлом. Мама тоже очень расстроена, но она надеется, что в ближайшем будущем вы сможете наладить отношения. Бурак Би, вы ведь не заставили их принять ваши отношения? Если это так, моя дочь очень сильно расстроится. А я не хочу, чтобы она расстраивалась. Нет, нет, нет. Моя семья поверила в нашу любовь и начала уважать наш выбор. Прошу и вас сделать то же самое. Конечно, мы должны были сразу вам об этом сказать, но мы опасались вашей реакции, поэтому вынуждены были скрывать это. К сожалению, это лишь ухудшило ситуацию. Ложь породила ложь. Но теперь лжи никакой нет. Оф, о чем они там говорят? Я не знаю, что сказать. Я прошу вас, дайте нам шанс. Хорошо. Но, как и сказала, я не хочу, чтобы моя дочь расстраивалась. Я вам обещаю. Ослы. Бурак Бей хочет кое-что сказать. Я поговорил со своей семьей и получил их согласие. Теперь и твоя мама тоже нас поддерживает. Эмиль Ханум, если вы позволите, я хочу отвезти ослы в университет. Могу я ее отвезти? Можно. Собирайся, поехали. Хорошо. Ты все еще злишься, да? Моя мама мне такое сказала, что я постеснялась своей любви к тебе. Я пообещала маме, что больше не увижусь с тобой. Может, не будем об этом? Хорошо. У меня для тебя хорошие новости. У нас уже есть свой дом. Я очень рад. Это недалеко от кафе. Очень милый дом. Немного маленький, но ладно. В конце концов, это наш дом. Как вы его сняли? Эрдем дал аванс. И в кафе дела идут хорошо. Я также нашла себе работу. Было так тяжело дышать без тебя. Может, мы что-нибудь перекусим перед тем, как идти на занятия? Я совсем ничего не ела от грусти. Хорошо. Папа, вы рано вернулись. Какие-то проблемы? За вас переживали. Ну, как прошло? Очень хорошо, Вулкан. А вы как? Как провели время? А нам что делать? Продолжили повседневную жизнь. Эда рано ушла. Пошла на занятия. Никаких проблем не было? Нет, нет. А мама? Вы рано вернулись. За нас переживали, Чагла. Ну, мама, спокойно, вы провели медовый месяц. Мы что, дети? Пока вас не было, никаких проблем не возникло. Мы еще больше привыкли друг к другу. И очень хорошо ладим друг с другом. У меня были здесь дела, Чагла, поэтому и вернулись пораньше. Я поняла, мама. Жизнь моя, я выхожу. А ты? Я побуду дома. Хорошо, дорогой. Увидимся вечером. Папа, ты сказал Эльчинханум? Вулкан, для начала я попытаюсь уладить это сам. Было бы лучше, если бы ты сам ей сказал об этом, чем если бы она узнала от Башак. Скоро выйду и встречусь с Башак. Попытаюсь поговорить и переубедить ее. Если не удаться, то расскажу все Эльчин. Ладно. Я поеду. Хорошо, папа. Увидимся. Увидимся.